выпуск про музыку начинаю жанра оркестровых инструментальных мелодий оркестров которые играли такую популярную на то время музыку это так сказать закат биг-бендов джаз когда был рулил и вот в основном как раз люди слушали вот именно такие популярные оркестры вот и начнем пожалуй так сказать одного из основателей этого жанра это мантовани очень такой товарищ классического плана но у него отец был скрипачом в ласкалово тосканине так что понятно и вот чем именно мантовани знаменит ну родоначальник жанра популярной оркестровой музыки и в то же время он по-моему с каким-то еще английским композитором он создал вот знаменитый такой в то время звук так называемых каскадирующих струнных инструментов когда они вот так как как переливаются такой очень красиво для того времени 52 что ли год это было прям вообще супер там видимо уже биг-бенды приелись к тому времени и народу хотелось что-то такого интересненького вот его и композиция шарма вот это прям была вот классическая помните от какой год вот в таком духе известные ну из известных его мелодии это тема к мулен руш такая очень тоже мелодия часто в сборниках она всплывает в общем такой прям основатель жанра и он по факту известен еще тем что первый продал миллион стереозаписи то есть вот при нем стерео начали начали и вот его композиции зачастую даже в магазинах использовали чтобы там людям показать как звучит тот или но тот или иной проигрыватель то есть такой как бы был эталон брали пластинку монтования вот смотрите как этот наши какой-нибудь там 5 в те времена какие-то ящики были он здесь был прям рулил и до сих пор секонд хендах его пластинок прям очень много то есть я косвенно делаю вывод что в редко когда был дом в америке с проигрывателем и без пластинок монтования это прям очень массово очень много здесь продал дисков ну дальше это то что мое личное предпочтение то что был очень известный в ссср поль мариа да может быть это просто детство наверно одна из самых первых пластинок которую родители купили когда купили ту радиолу урал моего возраста помню и гня такая и но и до сих пор его слушают то есть какие-то композиции не сказать чтобы промо то что в детстве услышал понравилось нет мне до сих пор они нравится а что-то даже я открыл для себя взрослом возрасте его композиции какие-то мелодии и вот как мне кажется его самый классный это таката кавер на мелодию из крестного отца спик сафли лав очень хорошо и пардон и муа кавер на песню мир и матье прости мне мой детский каприз вот это конечно композиция кто моего возраста наверняка узнает эту передачу составки которой это звучало ну рядом с полем мариа как мне кажется фрэнк пурсел тоже французский тоже и дирижер и основатель своего оркестра и аранжировщик тоже пианист как и мариа у него более классический звук чем у полем мариа это да он как-то вот тяготел более классики у него известные композиции это вот голубой танго мне очень нравится как ее аманда лир исполняет колесница 61 года кстати сочинил вместе с полем мариа вместе и семьдесят пятом году эр франц ему заказала для конкорда ну понятно когда они сделали сверхзвуковой вот он тоже была известная по моему так пластинка тоже называлась конкорд но для меня лично фрэнк пурсел это кавер песни марила файет манчестер ливерпуль вот интересно кто по плюс-минус моего возраста но то что вы узнаете это не вызывает никаких сомнений просто я когда вот здесь уже в америке это услышал кто это играет на самом деле думать да а мы-то везде и даже и не подозревали было когда-то классная классная аранжировка немножко в более джазовом ключе генри или henry манчини 60-е года он известен больше музыкой к фильмам и телевизионным шоу у него даже четыре оскара так что ну понятно то есть он можно сказать превозвестник этого ганса зиммера свое время очень он прям был известен особенно когда вышел завтрак у тиффани в 61 году с песней лунная река moon river ой ну конечно это вообще шедевр если кто не видел посмотрите это мелодрама но она очень приятно смотрится даже сейчас одри конечно шикарно там вот она там исполняет эту песню сидит сама причем с гитарой такое окошко реальная запись ее голоса вот вещь но мне правда инструментальная версия больше нравится хотя не знаю как это 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 красиво это конечно шедевр также о был очень он по-моему награжден какими-то призами за музыку к детективному телевизионному шоу питер ган за главную мелодию может быть вы тоже слышали этого принципе вообще джаз или кул джаз с джазовым уклоном если хочешь послушать то вот плейлисте посмотрите может вам понравится неплохо своеобразный такой товарищ про которого я узнал только уже во взрослом состоянии рэй конев он известен был тем что вот в свой оркестр он ввел хоры но не просто так как петь что-то а как дополнение к инструментам женщины значит пели влад с трубами а мужчины влад с тромбонами и вот если вы послушаете особенно мне очень нравится его два диска где там приложение классических композиций ну вещь конечно до неузнаваемости особенно когда слушаешь листа грезы любви а там с ритмом таким вообще там чайковского первый концерт тоже так выглядит совсем другой голоса прям вот исполняет роль инструментальных каких-то инструментов вещь мне очень нравится вот так же немножко в джазовом если говорить в ключе фауста папетти итальянский альцексофониста он был иначально джазовым но потом сошел на анестезию этой популярной музыки оркестровой он плодил чуть ли не в 60-х в 70-х чуть ли даже два альбома в год то есть он выпускал как немоверное количество дисков приятная музычка если вот вам нравится с саксофоном то это оно то наверное в каком-то смысле он предподвозвестник kenny g то есть он тогда был kenny g это соответственно уже может даже он сейчас что-то выпускает мне kenny g часто диски попадаются секонд-хэнди приятные но для меня саксофона многовато я вот так вот только в джазовом каком-то ключе люблю популярным как-то не особо опять же мое мнение вот это же вот упомяну здесь херб алперт и тихуана браз это была такая банда ну принципе алберта это он еще так духовиков собрал что-то типа оркестры популярной музыки на темы мариачи банды мариачи как мексиканской а он трубач и там много он конечно выпускал дисков каверов много сделал вот послушайте вот эту мелодию spanish flea интересно узнаете ли вы или нет из какого очень известного советского мультфильма она вот там была использована а я тоже так слушаю думаю где-то я ее слышал прям где тогда было ну и можно сказать напоследок я считаю легендарная личность джеймс ласт на самом деле не джеймс а ганс понятно откуда товарищ он как мне кажется уникален тем что он покрыл просто все жанры количество альбомов там какой-то немерено я пытался считать когда готовится к этому видео список такой плюнул много короче и вот он просто наверное вот вот думать какой жанр может быть в котором инструментальный оркестр что-то может исполнить вот вы назовете это уже было он и перекладывал песни там отдельный диск например джеймс лас исполняет там абу джеймс лас исполняет битлз комар в общем полу джазовом ключе каком-то там где-то труба солирует например по-моему так назывался трампет что-то еще что-то такое помню тоже мне давно еще попадался в россии диск в классической музыке у него тоже много переложений но в отличие от рэй конефа это знаете это вот прям для людей которые вот как бы интересуются классической музыкой но вот что-то им кажется этого тяжеловато вот эти диски прямо самое оно то местами вообще думаю что это обычный симфонический оркестр что тут какое тут переложение ну потом так слышно есть очень такое аккуратное переложение очень хорошие аранжировки приятные а у него есть несколько дисков с клейдерманом пианистом в основном клейдерман тоже тоже отдельные истории у него тоже там немерено немерено своих альбомов но ночью коллаборации правда делал она в чистом виде как-то он мне не нравится слой слишком слащавый приторный но вот эти с ластом очень хорошие диски прям такая приятная как бы это сказать аранжиров классических мелодий я единственно это не слушаю потому что я как бы сейчас на саму классику подсел поэтому если уж я оркестр слушаю популярный то это скорее будет вот манчини и поль мриа или фрэнк пуссо то есть либо уж прям явно популярный либо уж прям что называть классика в ее классическом воплощении опять же мое лично вот и у джеймса ласта есть просто я считаю уникальный альбом 72 года россия между днем и ночью ой такие классные переложения народных всяких песен и мелодий ну просто супер но они правда так условно народные конечно там например песня тема лоры из фильма доктора живага американском между прочим фильма американском прочь композитора такая русская народная это конечно да ну ладно в общем раз назвали русские народные то полезай в кузов что называется прям замечательно особенно как он переложил вечерний звон вещь я просто прямо до сих пор этот диск слушаю периодически и прям вот этот не очень его нравится и еще по моему тоже конца 60-х что ли рождественских мелодий потому что сами к себе рождественские мелодии ну их наслушаешься уже где-то на третий год жизни в америке ну уже невозможно уже одно и то же просто кошмар а вот какое-то джазовое переложение так очень приятно и вот джеймс ласт мне прям на маму с наташей очень нравится вот прям настоятельно рекомендую вот этот народный так сказать диск аранжировок народных русских народных песен и наверное все таки такой сделаю в топ я хотел подождать для других топиков электронной музыки но просто как народный прям не могу удержаться это один из моих любимых дисках инструментальной музыки какая-то совершенно неизвестная немецкая группа эрмитаж выпустил один диск 90 какой-то восьмой 2009 год под названием русские воспоминания Russian memories в россии мне попался ничего про них не знаю вообще ничего никакой информации нет только альбом и какие-то какие-то треки просто чумовая интерпретация вот народных мелодий вот супер слушаю до сих пор невероятно классно особенно ой тони вечер и из родства в настрежень супер просто ну великолепно это при том что к народной музыки я отношусь так прям вот очень спокойно это мягко говоря ну то есть она имеет место быть но не мое вообще шикарно ребята сделали аранжировочки хор там как вплели народные замечательно в общем супер даже если вы к народной музыке относитесь так себе со мной рекомендую я думаю вам понравится очень приятный музон вот и наверное еще в завершении тоже упомяну оригинальный такой диск клайдермана которого я тоже по ходе так слегка так грязью палил ну действительно это однообразный товарищ но он однообразный когда вот он один сам по себе а у него за коллаборации это немерено и вот одна такая совместная работа с индусом рахуль шарма по моему который на санторе сантор это что-то типа ксилофона только продвинутого вот это просто шикарный диск прямо ну вообще обожаю невероятно слушаю до сих пор тоже по моему это 90-е года отлично что этот товарищ индус вытворяет это отдельные песни там на этом санторе ну и клайдерман тоже так в общем не отстает где такие так около джазовый такие чуть-чуть такие мотивчики где-то попса где-то более в джаз но в общем на мой вкус слушать очень приятно всяком случае вот за все эти годы сколько я с 90-х его так послушиваю эпизодические мнения и приелся надеюсь и вам тоже понравится ну вот такой короткий обзорчик оставляйте комментарии что кому нравится что нет приятного прослушивания и до новых встреч